Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Британская The Daily Mail публикует шокирующую информацию. Оказывается, Борис Джонсон планировал военное вторжение в Нидерланды во времена пандемии. Премьер-министр Британии на полном серьезе предложил, чтобы спецназ королевства вторгся на территорию ЕС и захватил там 5 миллионов доз вакцины AstraZeneca с голландского завода. На тот момент бравый премьер-министр Джонсон полагал, что Нидерланды украли у Британии эти вакцины и намеревался решать вопрос путем военного вторжения на территорию союзника по НАТО. Его еще и отговаривать пришлось долго и старательно. Как пишет The Daily Mail, от идеи отказались только после того, как дипломаты предупредили, что это испортит отношения с ЕС и поставит под угрозу поставки вакцин с заводов других стран Евросоюза. Надо признать, Отрепь берет от одной мысли о том, что этот человек был главой государства и верховным главнокомандующим, между прочим, в ядерной державе, у которой не такой уж малый арсенал боеголовок на подводных лодках. Страшно подумать, какие еще идеи приходили в эту светлую, в прямом и переносном смыслах голову. Дипломатические источники сообщили, что бывший премьер-министр был разгневан после того, как ЕС фактически заблокировал экспорт 5 миллионов доз вакцины AstraZeneca в разгар внедрения вакцины в марте 2021 года. В какой-то момент Джонсон попросил службы безопасности изучить военные варианты доставки доз с завода в Лейдене, Нидерланды. Как это все всплыло? Тоже чудесным и характерным образом. За Джонсоном до сих пор тянется целая череда коррупционных скандалов и расследований, и его регулярно выдергивают на слушания и прочие следственные мероприятия. А теперь, видимо, добрались и до того, чтобы вменить ему и данный чудовищный эпизод, поэтому сам Джонсон уже и решился намекнуть общественности о сути дела. На этой неделе ему придется давать показания, и информация в любом случае стала бы достоянием гласности. Поэтому, судя по всему, и было принято решение опередить событие и разгласить кое-что заранее, чтобы преподнести информацию в нужном свете и с нужными акцентами. Забавно, что столь долгое время Британия была известна своей Бондианой, и именно эта эпопея стала частью имиджа Соединенного Королевства. Вот только теперь, когда рушится завеса тайны, мы все больше начинаем понимать, что Британия это отнюдь не Джеймс Бонд. Тут впору вспоминать о спятивших суперзлодеях из этой, которые вечно старались погубить человечество. Но это еще ерунда. Оказывается, что у нас тут опять собрались Путина арестовывать. На Западе почему-то вечно так. Сами хотят и сами же боятся. Но сейчас все может пойти очень сильно не по планам Запада. Сейчас обо всем расскажем, а пока никто из нас не стал бы настоящим мужиком без хорошего ремня. Русский бренд Великорос представляет коллекцию ремней, богатству и разнообразию которой нет равных нигде в мире. Брючные ремни с классической легкой пряжкой, богатырские с солидной прочной пряжкой, православные с изображением трех куполов либо херувима на бляхе и оттиском чудотворных молитв, сталинградские стесненными на ремне строками песен военных лет, десантные с парашютом и гимном отважных бойцов на оборотной стороне. Конные с бляхой, подковой и задушевными народными песнями. Русская правда с образом былиного витязя и дубрава со сказочными зверями из русского леса и множество других ремней. Ремни выполнены из стопроцентной натуральной воловьей кожи, качественной, прочной, которая не сносится еще сто лет. А уникальная подарочная коробка сделает ремень еще более восхитительными и драгоценными. И, конечно, ремень Великорос будет не только статусным аксессуаром, но и вечным признанием в любви ко всему родному. Переходите в магазин по ссылке в описании. А мы продолжаем. Тема ордера МУС на арест Владимира Путина давненько не звучала, и вот ее решили обновить. Дело в том, что приближается саммит Большой Двадцатки, право на проведение которого перешло от Индии к Бразилии, а вот там много кто присоединился к МУС и ратифицировал римский статут. Поэтому президента Бразилии Лулу да Силва начали одолевать вопросами о том, как же поступит он с конфликтом интересов по данному вопросу. Страна, близкий партнер России, да еще и союзник по БРИКС, должна бы, по идее, пригласить Владимира Путина на саммит. Но за то, как страна-участник МУС, должна будет его арестовать. И надо сказать, что Лула да Силва ответил очень интересно и неоднозначно. Приедет Путин или нет, но его точно пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия. И если он, Путин, примет решение, то знает, что может произойти, а что может и не произойти, заявил Лула да Силва. И надо сказать, что прозвучало это очень интересно и для МУС, наверное, настораживающе. А что значит «может и не произойти»? Строго говоря, еще там, в ЮАР, ходили разговоры о предоставлении иммунитета для гостей форума. И к тому же, ЮАР – страна послабее, и случилось все достаточно недавно. К саммиту большой двадцатки могут и найти какие-то противоядия. Вот что еще сказал президент Бразилии. «Я не собираюсь оценивать решения МУС, потому что я либо выполняю их, либо не выполняю». Вот это тоже очень мощное замечание. Оказывается, решение МУС можно не выполнять. И да, Силва вполне такой расклад допускает. Учитывая важность Бразилии для США и уж тем более для Европы, можно быть заранее уверенными, что никаких санкций за это не последует. Бразилия – это такая Индия Латинской Америки, страна, которую Запад обхаживает и мечтает переманить на свою сторону. Так что напомним, что Лула Дасилва ранее заявил в интервью индийскому телеканалу First Post, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он президент, нет ни единого шанса на то, что его задержат из-за ордера Международного уголовного суда. Затем он уточнил, что решение о действиях в отношении российского лидера в случае его приезда в республику на саммит G20 будет зависеть от судебной системы страны. А тем временем знаменитая китайская панда-дипломатия сработала в очередной раз, и из Британии пришли данные, что Китай забрал своих панд обратно домой, о чем сообщило издание Daily Mail. Китайская пара 20-летних панд Ян Гуан и Тянь Тянь жили в Эдинбургском зоопарке в качестве временной аренды, срок которой был установлен в 10 лет, а потом продлен еще на два в связи с пандемией. Они являлись единственными пандами во всей Великобритании, но, к сожалению, не дали потомства. Недавно специальным самолетом дети панд были перевезены на родину. По информации, полученной ранее от Bloomberg, Китай также планирует забрать своих панд из зоопарков в США к концу 2024 года. В то же время в России китайские медведи находятся в благополучии, и недавно родившиеся панди сейчас выбирают имя народным голосованием. Пока что в лидерах находятся имена Маша и Катюша. А тем временем в финансовом мире происходит событие эпохального значения. Новый исторический рекорд цены на золото, достигнутый на нью-йоркской бирже COMEX, вызывает серьезные опасения сенатора Алексея Пушкова по поводу американской экономики и доллара. По словам сенатора, достижение самого высокого уровня стоимости золота за всю историю может оказаться плохо прежде всего для доллара и для США. Этот факт ставит под сомнение доверие к американской валюте, усугубленное накоплением госдолга США, который превысил отметку в 33,5 триллиона долларов, а также действиями ФРС, продолжающей неограниченную печать денег. Все эти факторы вместе могут негативно сказаться на экономике США и ее мировом статусе. Задолго до этого события уже существовали предположения о том, что гегемония США скоро придет к своему концу. Все больше стран стремятся развивать свою экономику и выстраивая собственные политические и экономические союзы. Это создает новые центры влияния и угрожает монополии США. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ноябре ухудшило прогноз рейтинга США, что стало еще одним признаком конца истории гегемонии этой страны, о котором сказал Пушков. По мнению экспертов, основным фактором, обусловившим такое решение, является рост рисков, связанных с бюджетной устойчивостью штатов, которые уже невозможно полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами страны. Однако теперь уже рейтинговое агентство подтвердило эти предположения, делая оценку о том, что бюджетная устойчивость штатов находится под угрозой. Это может повлечь за собой серьезные последствия не только для самой США, но и для всего мирового экономического порядка. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.